Добрый день, друзья! Продолжаем изготавливать своими руками в домашних условиях настольный мини-сверлильный станок. Сегодня займемся станиной, некоторыми мелочами и окончательной сборкой. Итак, основанием станины будет выступать алюминиевая платформа от китайского координатного столика. Да, 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 да. Лучше было бы использовать что-то стальное, а еще лучше чухунное. Но май ему тэшо май ему, как говорил один наш бывший президент. Верхнюю крышку изготавливаю из листового алюминия. Для того, чтобы обеспечить максимальную прямолинейность среза, использую резак и линейку. Ну, а далее все просто. Сверлю ряд отверстий для крепления пластины к основанию с использованием винтов с потайными головками. Имеется в наличии стойка от фотоувеличителя. Стойка из каленого металла и отлично подходит для нашего свилинного станка. Крепление этой самой стойки будет осуществляться при помощи высокого фланца. Таким образом, по моим расчетам, будет обеспечиваться максимально возможная жесткость. Фиксация стойки к фланцу будет производиться сразу в трех точках одновременно. Два боковых крепежа и один крепеж с торца. Используемые виды крепежа болты М6 и болт М8 соответственно. В свою очередь фланец закрепляется к основанию посредством четырех винтов М5. Станочек небольшой и я уверен, что такого крепления будет предостаточно. Укорачиваю стойку. Оставлять ее в такой длине не имеет смысла. Значительные по высоте детали на этом станке обрабатываться не будут. Это раз. И компактность станка имеет большое значение. Это два. Сделав надрез по всей окружности болгаркой, режу ножовкой по металлу. Стойка оказалась цементированной, а не каленой полностью. Для меня это и хорошо. Ведь если бы металл был закален полностью, пришлось бы использовать исключительно УШМ. А в квартире это делать как-то не камельхво. Сильно много абразива. Летит во все разные стороны пространстве времени. Необходимо возвратиться к нашей катушке. А именно немного ее усовершенствовать, модернизировать. Кстати, это мне посоветовал один товарищ в комментарии под прошлым видео. Спасибо ему огромное. Суть доработки заключается в добавлении направляющей, которая исключит небольшой поворот алюминиевой шайбы вправо-влево. Есть у меня идеально ровная нержавеющая направлялка. Вот ее там мы и используем. Положение с люфтом существенно улучшилось. Посмотрим, посмотрим. Если что, в случае острой необходимости, добавлю еще одну направляющую. Отверстие для этого заблаговременно предусмотрено. Настало время произвести в свет нечто вроде штурвала для управления перемещением свирленной системы. Пораскинув мозгами и порывшись в запасах всякого разного его металлолома, было принято решение изготовить все изделия из корпуса от сгоревшего асинхронного двигателя. Продолжение следует... 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 вот собственно и все все готово все детали готовы для окончательной финишной сборки вперед а Продолжение следует... 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 Продолжение следует...